Сегодня Великий Понедельник, первый день Страстной Седмицы, и на Божественной Литургии прозвучала Евангелие, излагающая нам беседу Спасителя с учениками о кончине мира. Слова нашего Господа проникнуты особой силой и трагизмом, именно потому что Господь говорит о конце человеческой истории, о втором Своем славном пришествии, о разрушении Иерусалима. И что удивительно, вот эти два события, конец мировой истории и разрушение Иерусалима Господь не разделяет. Он излагает их в одном течении беседы, как бы в одном контексте. И это был повод потом некоторым думать, будто бы Божие пророчество не сбылось, ибо Иерусалим был разрушен, а кончина мира не наступила. На самом деле Господь говорит так, не разделяя эти два события, потому что в жизни каждого из нас будет событие, равнозначное к кончине мира. Это наша собственная кончина. И сколько бы мы не высчитывали, когда будет конец света, сколько бы мы не приглядывались к признакам кончины, приближающейся к кончине этого мира, этот день наступит для нас внезапно. Господь говорит, как тать ночью приходит, нежданно. И почему Господь вдруг завел такую беседу с учениками на другой день после своего торжественного въезда в Иерусалим? Потому что его въезд в Иерусалим был встречен ликованием народа. Люди находились в эйфории, в такой радости, что этому общему настроению поддались и его ученики. А ведь суть этого события заключалась в совсем другом. Господь не царствовать в Иерусалим въезжает, а пострадать на кресте. Замечательно, дух этого события, этого настроения излагается в отпусте, в тех словах, которые мы заканчиваем каждое наше богослужение в эти дни. Горяды Господь на вольную страсть нашего ради спасения. Горяды Господь. Господь идет на вольную страсть, на добровольные страдания идет ради нашего спасения. И вот для того, чтобы как бы спустить с неба на землю учеников, как бы дать им нужный настрой, объяснить им, что сейчас будет происходить, к чему они должны быть готовы, Господь и заводит с ними разговор о кончине мира. В сегодняшние дни строгого поста, строгого седмицы, должны нас настроить на подобный лад, для того, чтобы мы прониклись духом этих дней, когда Господь идет страдать на крест. Горяды Господь Горяды Господь Горяды Господь